ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В ДТП в Улухемском районе погибли двое. Накануне около 17 часов на федеральной автодороге Енисей произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение двух автомобилей. Установлено, что 38-летняя женщина управляла автомобилем марки Toyota Premium, двигаясь в западном направлении, выехала навстречу. В результате чего допустило столкновение с Toyota Corona Premium. В результате аварии на месте скончались пассажиры. Toyota Corona Premium, 1961 года и 90-х годов рождения. В больницу доставлены 7 пассажиров, в том числе малолетние дети. В возрасте 6 лет, 1 года и новорожденный. Установлено, что из всех участников дорожно-транспортного происшествия ремнем безопасности был пристегнут только 6-летний мальчик. Остальные дети перевозились без детского удерживающего устройства. В ходе обследования места происшествия установлено, что авария произошла на заснеженном участке проезжей части во время снегопада. В Туве осудят двоих мужчин за убийство. Региональным следственным комитетом завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей Кызыла в жестоком убийстве по предварительному сговору. По версии следствия, 8 января прошлого года пьяные мужчины, в данном случае обвиняемые, пришли к потерпевшему домой, с которым они ранее поругались. Придя домой к своему знакомому, они сначала его избили, затем, придавив потерпевшего к полу, влили ему в рот две бутылки 70% уксуса. Потерпевший через несколько дней скончался в больнице. Уголовное дело направлено в суд. Управление автомобилем или мотоциклом – это мечта всех мальчишек. Так, в Кызыле задержали подростка за управление транспортным средством без водительского удостоверения. К слову, парень попадается в поле зрения сотрудников ДПС не в первый раз. 16-летний подросток – злостный нарушитель правил дорожного движения. Он только по сводкам ГИБДД садился за руль родительской машины более 10 раз. По данным госавтоинспекции, 5 февраля ночью во время патрулирования улиц Левобережных дач экипаж ДПС заметил автомобиль марки ВАЗ. Автомобилем управлял 16-летний молодой человек. Так, позже выяснилось, подросток уже 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе 5 раз за управление пассажирской газелью. Общая сумма административных штрафов превысила 50 тысяч рублей. В связи с тем, что 16-летний козылчанин неоднократно нарушает правила дорожного движения, он доставлен в отдел по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. При беседе с юным нарушителем и его законными представителями стало известно, что родители сами разрешают своему сыну садиться за руль и даже управлять газелью. Они считают, что наличие навыков вождения вполне может компенсировать отсутствие водительских прав. В связи с чем, инспекторами ПДН было принято решение поставить молодого человека на профилактический учет. Мать подростка-нарушителя привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В данном случае передача руля собственному ребенку. Отметим, что согласно действующему законодательству, любой россиянин по достижении 17 лет может пройти обучение в автошколе и быть допущенным к экзаменам ГИБДД. Однако, права ему выдадут только 18 лет. А мы вам покажем ряд ДТП в России, которые произошли по вине несовершеннолетних. И прежде, чем дать ключи от машины подростку, нужно еще раз подумать о последствиях управления транспортным средством человеком, который по сути и не знает правил дорожного движения. Виновники ДТП в Новгородской области, по всей видимости, избегут наказания. В машине, которая вылетела в кювет в небольшом поселке Бронница, полицейские обнаружили детей. Школьникам не исполнилось и 14. Покинуть салон самостоятельно у них не получилось. Искореженные двери не открывались. Выбраться помогли проезжающие мимо водители. Оказалось, что один из юных лихачей тайком взял родительский автомобиль и пустил за руль приятеля. Алло, мам, я машину разбила. После ДТП юного бесправника задержали. Им оказался студент Кировского техникума, который приехал в город из Лузы. Подросток не стал ничего скрывать. Авария случилась по его вине. Ты ехал? Кто ты, Геннадий? Ехал. Ты? Да ты про мотивацию, если ты так не снялся. Ну, сколько примерно? 60-70. Как получилось? Крик и дикий смех водителя пугает пассажира. Машину заносит из стороны в сторону. Через мгновение автомобиль таранит дерево. Более трех килограммов наркотиков изъяли полицейские Чехольского района. 8 февраля во время рейдов вблизи села Чехоль сотрудниками полиции задержаны четверо мужчин, которые при виде полицейских сбежали и скинули мешок. Местные жители в возрасте от 20 до 34 лет задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является марихуаной. Один из задержанных признался, что наркотики собрал для собственного употребления. 9 февраля в дежурную часть обратился молодой человек с заявлением о краже. Он сообщил, что ночью украли колеса его ваза. Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже колес. Им оказался безработный 36-летний житель поселка Каахем. В ходе проверки из дома подозреваемого были изъяты похищенные колеса и приобщены к материалам уголовного дела. В качестве доказательства в настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения расследования уголовного дела. Продолжается... Спонсор программы «Патруль» компания «Климат-Сервис». Продажа, монтаж и обслуживание кондиционеров, электровентиляторов, а также новое поступление каминов, водонагревателей, теплового оборудования, вентиляционной, бытовой и промышленной техники. Адрес – город Кызыл, улица Аюна-Курседии, 54. И также новое представительство по адресу в городе Кызыле, улица Калинина, 25. Телефоны для справок 8 394 22 5 29 85 и 8 923 261 70 70. Поддельные документы выявили у водителя сотрудники госавтоинспекции. В Кызыле полицейские для проверки остановили ВАЗ, которым управлял 27-летний Кызылчанин. Водитель предъявил инспекторам ДПС водительское удостоверение, выданное в 2018 году. При проверке документа по информационным базам данных госавтоинспекции установлено, что документ с аналогичным номером из серии зарегистрирован на другого гражданина. В настоящее время по данному факту проводится проверка. И если вина молодого человека будет доказана, ему грозит лишение свободы до трех лет. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД на территории республики задержано 35 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 18 из них в Кызыле. Среди нетрезвых водителей – две женщины. Во время дежурства сотрудники ДПС на Левобережном дачном обществе заметили серебряную иномарку. При виде патрульной машины водитель иномарки попытался быстро уехать, что и стало поводом для проверки документов автолюбителя. При проверке от мужчины исходил запах алкоголя. Водитель согласился пройти медосвидетельствование, которое показало 0,27 промилле. Водитель Белой Нивы – злостный нарушитель правил дорожного движения. Молодой человек неоднократно привлекался за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения. На этот раз мужчина попытался надавить на жалость, мол, дети остались в городе, и у них не было денег на проезд. Поэтому ему пришлось сесть за руль. Однако закон для всех один – не имеешь права управления авто – не садись за руль. Хотел дать взятку. В Туве водитель предлагал взятку сотрудникам госавтоинспекции. История произошла в Кызыле. Попавшись пьяным за рулем, 21-летний житель села Эржей стал настаивать на том, чтобы инспектор ДПС получил от него взятку и отпустил с миром. Как сообщает официальный сайт регионального МВД, пока полицейские составляли протокол об административном правонарушении, молодой человек никак не мог угомониться и склонял правоохранителей к незаконным действиям. В конце концов, парень так надоел, что его доставили в горотдел. Теперь на него, помимо административного дела, заведут еще и уголовное за попытку дачи взятки должностному лицу. Видеозапись с камер наблюдения одного из магазинов Кызыла попала в просторы соцсетей. Молодая пара под видом покупателей прикарманила себе бытовую химию и консервы. На первый взгляд на видео обычная пара, которая зашла в магазин купить продукты. Они подробно изучают состав бытовой химии, в данном случае шампуня. Но если приглядеться, то можно заметить, как молодой человек кладет в карман шампунь. Так, мужчина прикарманил более двух бутылок бытовой химии. Далее они продвигаются к отделу продуктов. Там работают по той же схеме. Якобы изучают состав продукта, но пока никто не видит, тихонечко кладут в отдельный пакет продукты. Так, пройдя несколько отделов с весьма большим пакетом, они выходят из супермаркета без единой покупки. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль». Также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова